Добрый вечер! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. И прямо сейчас коротко главные темы этого дня. Просто ад на самом деле. Все бегут на море. Все бегут на море. Без воды, света и тепла. На Калинино серьезная коммунальная авария. Люди уезжают к родственникам и друзьям. Красноярский край вошел в число регионов с самым грязным воздухом. На территорию, где мы с вами живем, приходится 14% всех промышленных выбросов в России. Вот напротив меня, вот дом. Вот дом, вот дом. Просто я на основании их оценок и делаю вывод, что ко мне отсутствуются так же. Еще 30 участков изымают в Николаевке. Люди ждут результаты оценки недвижимости, а соседи продолжают судиться. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете трэш-стримов. Это прямые трансляции насилия и причинения вреда себе, в том числе за деньги. Какой будет ответственность? Жители многоэтажки на Калинина остались без воды, света и тепла из-за коммунальной аварии. В подвале прорвало трубу. Пока одни целыми семьями уезжают на дачу или к родственникам, где тепло и светло. Другим остается ждать окончания ремонта, который может затянуться на сутки. Подробности в сюжете Надежды Шепеневой. Если успели, то набрали остатки роскоши, которые вытекали еще утром. И самое доброе утро у жителей дома на Калинина 175Б началось без воды, а также света и отопления. А вместо будильника их разбудила пожарная сигнализация. Так людей предупредили о коммунальной аварии. В подвале прорвало трубу. В таких условиях жильцам дома пришлось собираться на работу. Некоторые, как Анастасия, и вовсе решили уехать за город. Говорит, там хотя бы тепло и есть электричество. В загородном явно лучшее условие, чем в доме, потому что тут нет вообще ничего. Холодно было ужасно. Девчонки у меня спали под двумя одеялками. Утром сразу носки теплые, колготки, штаны, кофты. Ну, потому что очень было холодно. Возможность уехать есть не у всех жителей дома. Те, кто остались, закупаются водой и одеваются потеплее. Людям хоть и сообщили, что аварию устранят сегодня, но не все в это верят. Кто-то делает ставки на неделю, кто-то и на это не надеется. Ну, как я слышал, что говорят, типа, это решится за день. Ну, так как я даже посмотрю, там просто мимо проходили, посмотреть, что здесь за весь день. Ну, возможно, но я не знаю, но вода так и стоит на таком же уровне. Ну, как бы воды не было утром. И все, а сейчас мы пришли, как бы, ну, не спустился. Я смотрю, аварийка. Сходил до управляйки, говорят, прорвала авария. Вообще никаких комментариев они не дают по этому поводу. В управляющей компании сообщили, держат ситуацию под контролем. Однако от подробных комментариев инженеры отказались. Ответ о ходе ремонта дали лишь городской диспетчерской службе. Закрыли там холодную воду для предотвращения затопления подвального помещения, многоквартирного дома, устранения аварийной ситуации на водопроводе. Электроэнергию не будет однозначно до этого времени, потому что затоплена щитовая, она мокрая, ее подключать нельзя, пока не просушат. Изначально воду и свет на сайте диспетчерской службы 205 обещали вернуть к 6 вечера, после – к полуночи. Последняя информация – работу завершают 27 января в 12 часов дня. То есть без электричества жители Калинина могут просидеть больше суток, пока людям предложили лишь подвоз питьевой воды. Надежда Шепенева, Анастасия Масленникова, Новости ТВК. Ребенок провалился в открытый люк в солнечном. Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. Все произошло рядом с 23-м домом на проспекте Молодежный. Девочка в темноте не заметила открытый люк и провалилась, но смогла зацепиться за край коллектора. Крик услышала прохожая, она поспешила на помощь и вытащила ребенка. Вот сюда провалилась, кричала «помогите», ее тетенька спасла отсюда. В Краскоме сообщают, крышку колодца сломал грейдер, который незадолго до происшествия убирал снег на этом месте. После падения ребенка коммунальщики закрыли люк. Закрыл в автомобиле и сжег заживо из-за ревности. Краевая прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Трагедия произошла еще прошлым летом. 27-летний житель Хабаровска приехал в Красноярский край с женой на машине. 7 июля в районе деревни Свищево он свернул с дороги в лес. Мужчина облил супругу бензином, закрыл ее в автомобиле и поджег. Сам он стоял в стороне и наблюдал за происходящим. 20-летняя девушка умерла от отравления угарным газом. Однако специалисты заключили, что погибшая горела заживо и испытывала сильные страдания. С начала июля поджигатель находится в СИЗО. В ходе экспертизы у мужчины выявили бредовое расстройство. Согласно заключению экспертов, он не осознавал своих действий. Предварительно известно, что суд отправит убийцу не в тюрьму, а в медучреждение. Новости МТВК уточнили, что под наблюдением врачей мужчина пробудет до того момента, пока медики не признают его не опасным для общества. Скотомогильник с полумертвым животным нашли на трассе возле Железногорска. Страшную картину заметил проезжающий мимо мужчина. Очевидец рассказал телеграм-каналу Кроссмеш, что заметил кучу старых вещей и скотомогильник еще утром. На обратном пути мужчина решил остановиться и посмотреть. Ближе к дороге лежал мусор, а за ним скот в крови. Одна из коров была на последнем издыхании. Все еще пыталась двигать головой. Как рассказали в полиции, сообщение о мертвых коровах поступило к ним 24 января. На место выехал участковый, и он сообщил о находке в администрацию района. Сейчас полицейские ищут организаторов скотомогильника. На месте участковый обнаружил вещи, которые, возможно, помогут найти владельцев коров. Красноярский край вошел в число регионов с самым грязным воздухом. На территории, где мы с вами живем, приходится 14% всех промышленных выбросов в России. Это данное исследование, которое провел портал «Если быть точным». При составлении рейтинга аналитики учитывали информацию о количестве вредных веществ во всех регионах страны. Экологические сведения публикуют с задержкой, поэтому рейтинг основан на данных 2022 года. Так, высокое загрязнение воздуха зафиксировали в шести городах Красноярского края, где живет 90% населения. К слову, вместе с Красноярским краем худшую отметку за состояние воздуха получила и соседняя Иркутская область. Там воздух загрязнен в восьми городах, где живет четверть населения. Отмечу, лидерами по экологической обстановке стали Ленинградская, Новгородская и Московская области, а также Чукотский автономный округ и Карачаево-Черкесия. Проблему грязного воздуха обсудили накануне и в правительстве Красноярского края на заседании общественно-экспертного совета при губернаторе. Михаил Катюков вместе с учеными, общественниками и экспертами обсудили, как улучшить экологическую обстановку и снизить количество выбросов. Губернатор отметил, в регионе крупные предприятия улучшают производство, обновляется парк общественного транспорта, появляются новые зарядные устройства для электромобилей и закрываются неэффективные котельные. Однако этого недостаточно, чтобы Красноярский край перестал быть антилидером по экологии в стране. Что делать, пока не решили, но, как это обычно бывает, пообещали решить. Мы найдем для этого необходимые ресурсы, но нужно решить, что точно приведет к решению проблем, о которых нам говорят жители Красноярска, Норильска, Лесосибирска, Ачинска, Минусинска, Каннска и других территорий. Того, что уже сделано, недостаточно. Если нужно менять какие-то нормативы или законодательства, давайте предложения. Я готов сам их сопровождать. Еще 30 участков по закону о комплексном развитии территории изымают в Николаевке. Собственники недвижимости пока только ждут, какую сумму им предложит застройщик. Оценку обещают сделать к 1 февраля. Люди говорят, учитывая опыт соседей, на хорошие компенсации надеяться не стоит. И пока жители одной части Николаевки в ожидании, у других продолжаются суды и переговоры об увеличении выплат. Подробности в сюжете далее. Камин рабочий. Опять же, везде теплые полы, пол с подогревом. Там студия кухня, там дальше спальня. Свои владения показывает житель Николаевки Дмитрий. Этот дом мужчина строил сам 12 лет. Своя земля для него это не только место жительства, но и способ дополнительного заработка. Рядом с домом красноярец построил небольшой автосервис. Дмитрий понимает, все его старания уже скоро неизбежно пойдут под бульдозер. И достойных выплат добиться получится едва ли. Вот напротив меня, вот дом. Вот дом, вот дом. Я на основании их оценок и делаю вывод, что ко мне отнесутся так же. У меня внуки, три внука. Хотелось бы, чтобы после меня что-то еще и осталось. А переселить меня, допустим, в однокомнатную квартиру, я с этим не согласен. Потому что те деньги, которые дают, вот людям здесь напротив, которые, хватает только на однокомнатную квартиру, новую или бэушную, двухкомнатную. Все, мне это не устраивает. Настроение у нас упадническое. Мы не ждем ничего хорошего от этого. Но как можем, боремся. Упадническое настроение и у жительницы Николаевки Татьяны. Печаль усилила распоряжение мэрии. Оно вышло 22 января. В документе адрес ее с мужем дома. Недвижимость изымают под застройку микрорайона многоквартирными домами. Всего в очередном распоряжении 30 участков. В границах улиц Сопочная, Пушкина, Революции, Чкалова, проспект Николаевский. На огромной территории 108 объектов. Жилые дома, здания, хозпостройки, сарай, погреба, гаражи и прочее. Провести рыночную оценку участков и недвижимости, а также выплатить их владельцам компенсацию, должен застройщик Готик и Зенит. Но предварительные встречи с представителями компании, рассказывает Татьяна, ничего хорошего не сулят. Готик и Зенит нам сказали, что вот ваша кадастровая цена земли миллион 900 за сотку. Но мы такую цену вам не заплатим. Мы будем с вами судиться. Они считают, что это слишком много. В этом вся и загвоздка, что они и не хотят идти, чтобы нам дать квадрат в квадрат жилье, и не хотят землю нормально оценивать. И, конечно, зная это, мы волнуемся и ждем, скажем так, худшего. Как новостям ТВК пояснили в компании Готика, оценки домов из нового распоряжения собственники должны получить к 1 февраля. Застройщик уже направил все необходимые документы в администрацию. При этом подсчеты стоимости недвижимости проводит другая независимая компания. Проводится по принципу, установленному 135-м федеральным законом об оценочной деятельности в Российской Федерации и федеральным стандартам оценки. Оценивается все. Для изъятия под комплексное развитие территории оценивается земельный участок, жилой дом, надворные постройки, многолетнее насаждение, а также убытки, которые правообладатель понесет в связи с переездом на новое место жительства. Границы сопочной Пушкина революции Чкалова уже вторая крупная территория, которую отдают под комплексное развитие. Первая в Николаевке граница улиц Копылова, Пушкина, Баграда и Ленина. Жители именно этого квадрата стали первыми недовольными своими компенсациями. Здесь земли получил другой застройщик – «Строинновация». После заниженных, по мнению николаевцев, сумм компенсации они вышли с коллективным иском, требовали вовсе отменить краевой закон о КРТ. Суд отказал. Сейчас собственники продолжают переговоры. Они нам предлагают условия. Мы посмотрим на их предложение и уже на основании его будем принимать или не принимать предложение. Некоторые по стройиндустрии согласились на переезд и якобы улучшили свои жилищные условия. Но они улучшили жилищные условия в количестве повышения квадратных метров в некоторые моменты. Но самое главное, какая проблема, что они переезжают, у нас есть случаи, мы их видели, эти случаи, в те такие дома, в которые опять же могут попасть чуть ли не завтра или через год, как уже Горсовет принял соответствующее решение, опять под КРТ. В мэрии тем временем говорят, и «Готика», и «Строинновация» в сумме уже заключили с жителями 110 договоров. Всего необходимо более 800. Тем, кто не согласен с оценкой, предлагают идти в суд. К слову, символ несогласия в Николаевке – красные флаги. Они развиваются над каждым третьим домом. Одним полотнищам суждено провисеть здесь еще полтора года, другим – около шести лет. Такие сроки сноса называют чиновники. Алена Кузнецова, Илья Сергеенко, Новости ТВК. Сейчас мы прервемся на короткий анонс. Рекламу, напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь. И помните, ТВК – это не только ТВ. Тепло, но пасмурно. Подробный прогноз на эти выходные. Депутат Госдумы предложил запретить словосочетание «лежачий полицейский». Он уверен, что это оскорбляет сотрудников. Мы спросили мнение руководителя госавтоинспекции по краю. Прогноз погоды в Красноярске представляет «Оптика Давыдов». Линзы для остановки близорукости у детей со скидкой 50%. Вы смотрите «Новости ТВК». Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете трэш-стримов. Это трансляция издевательств и насилия за деньги. И теперь помимо уголовной или административной ответственности, блогерам грозят дополнительные штрафы. Юристы тем временем видят в законопроекте много пробелов. Почему инициатива требует доработки? В этой теме сегодня разбиралась моя коллега Екатерина Черных. Она в студии. Катя, почему вообще трэш-стримы так популярны? И получается, такой контент будут блокировать? Даша, нет. Речи в законопроекте о блокировке таких стримов не идет. Однако за это грозят большие штрафы. Но для начала предлагаю разобраться, что же такое трэш-стримы. Это прямой эфир, в котором блогер совершает опасные и унизительные действия над собой или другими людьми ради денег. С английского термин трэш-стрим переводится как мусорная трансляция. Нередко сами зрители являются активными участниками трэш-стрима. Для этого используется система денежных пожертвований, донатов. Зрители переводят деньги блогеру, а затем выбирают, что именно тот будет делать дальше, либо предлагают свои варианты. Повышенное внимание такой вид контента привлек в 2020 году. Тогда блогер Станислав Решетняк ввел прямой эфир со своей подругой Валентиной. Молодые люди поссорились, и блогер избил девушку, а затем выставил ее полуголую ночью на мороз. Валентина умерла от кровоизлияния в мозг. Ребята, мне кажется, она мертвая. Я вам отвечаю. Валя, Валя, Валя. Валя. Валя, ты живая? Надо скорую помощь вызывать. Мне кажется, она мертвая, ребята. Я не чувствую сердцебиение, я отвечаю. Я не чувствую сердцебиение. При этом камера решетника продолжала работать, пока на пороге его дома не появились врачи и полицейские. Стримера отправили в колонию строгого режима на 6 лет. И это не единственный случай трансляции смерти, насилия и жестокости в прямом эфире. Например, в марте 2022 года прямой эфир трэш-стримера под псевдонимом РТЕшка тоже закончился трагедией. Во время стрима он напоил своего знакомого алкоголем. В итоге мужчина умер. Подобный контент делают и стримеры из Красноярского края. В декабре прошлого года каннские дебажиры снимали трэш-контент в храме. Мужчины танцевали, кричали и угрожали прихожанам в соборе. А в апреле 2023 года к ответственности привлекли Красноярку, которая оскорбляла маленького сына и угрожала ему во время прямой трансляции. Такой контент негативно отражается на подрастающем поколении и рождает насилие в обществе, считают в Госдуме. Поэтому законопроект о запрете трэш-стримов был крайне необходим, говорят депутаты. Это решение давно назрело. Ради заработка в прямом эфире есть те, кто издевается над детьми, животными, происходят даже убийства. Это порождает жестокость в обществе, особенно негативно влияет на детей и подростков. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими. Действительно, потребителей такого контента немало. Каналы стримеров насчитывают десятки тысяч подписчиков, а на резкие трансляции собирают миллионы просмотров. Не было бы зрителей, не было бы и трэш-стримов. Вот что психологи говорят о популярности таких видео. Популярность такого контента может быть объяснена эффектом Люциферы. Или психологическим экспериментом, который был проведен Филиппом Зимбардо. На самом деле в каждом из нас есть определенные негативные черты. И как раз этот эксперимент показывает нам, что при определенных условиях, к сожалению, человек может совершать крайне негативные поступки, либо быть соучастником этих поступков. Или, как в случае со стрэш-стримами, наблюдателем. С точки зрения активного участника стрима, это получение определенного признания, внимания, социального внимания. А с точки зрения пассивного зрителя, это быть соучастником этих процессов и даже проявления некоторой власти. Смотрите, я могу заплатить за это деньги, и вы сделаете то, что я хочу. Несмотря на большое количество зрителей, недовольных таким видом трэш-контента оказалось больше. В Госдуму стали поступать жалобы с просьбой ограничить трансляции. Решение о запрете трэш-стримов приняли спустя три года после взлета этого жанра в топы стриминговых платформ. 25 января Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, цитата, направленных на противодействие распространению в информационном пространстве деструктивного контента в виде трэш-стримов, конец цитаты. Так в Российском уголовном кодексе появится новое оттягчающее обстоятельство совершения преступления с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и сети интернет. Им дополнят статьи кодекса убийства, истязания и похищения человека. Поправки такие должны внести и в кодекс об административных правонарушениях. Размер штрафа за распространение трэш-контента для граждан составит от 200 до 600 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 700 тысяч. Однако после первого чтения и у правительства, и у экспертов возник ряд вопросов и замечаний к законопроекту. Например, в документе нет разграничения уголовной и административной ответственности за распространение видеоматериалов с противоправными действиями. Также на доказательство мотива в публикации и трансляции уйдет много времени. Для полного принятия законопроекта нужна доработка, говорят адвокаты. Сейчас происходит такой процесс внесения поправок после первого чтения. И вполне возможно, вот эти все моменты, эти все вопросы, которые возникли у правового управления, у Верховного суда и у многих экспертов, надеюсь, они будут устранены. Потому что в таком виде с этим совершенно работать нельзя. Это большие будут проблемы. По словам юристов, речи о блокировке в документе не идет. Но уже в феврале этого года пройдет второе чтение законопроекта. Депутаты представят откорректированный документ. На этом у меня все. Даша. Спасибо, Катя. Это была моя коллега Екатерина Черных. Говорили о запрете трэш-стримов. Госдума намерена ввести штрафы за трансляцию жестокости в интернете. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в социальных сетях, заходите к нам в Телеграм или в группу ВКонтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут и на нашем ютуб-канале ТВК Нью. Военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракции в Санкт-Петербурге. Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Девушку обвинили во взрыве в кафе, из-за которого погиб Максим Фомин, более известный как военный корреспондент Владлен Татарский. 2 апреля 2023 года в заведении на набережной Петербурга Фомин проводил мероприятие. В качестве подарка военкору Дарья принесла гипсовый бюст, в котором находилась взрывчатка. На суде Трепова заявила, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке. По данным Следственного комитета, теракт долгое время готовили на территории Украины. Комментарий адвоката девушки Даниила Бермана опубликовал Интерфакс. Он назвал приговор самым жестоким для женщины в России за всю историю современного правосудия. Защита Треповой намерена обжаловать решение суда. Приговор по еще одному громкому делу накануне вынес Мосгорсуд. Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за призывы к экстремизму. Также ему на три года запретили публиковать сообщения в интернете. Основанием для дела стали два поста в Телеграм, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму. Вину подсудимый не признал. Игоря Стрелкова задержали 21 июля прошлого года. Процесс по делу проводили в закрытом режиме, тогда как подсудимый и его защита настаивали на присутствии слушателей и журналистов. Напомню, Игорь Стрелков был сотрудником ФСБ России, позже стал одним из лидеров ополчения ДНР. В 2022 году суд Гааги приговорил его к пожизненному заключению за военные преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после падения Ил-76. По предварительной версии, в самолет выпустили ракеты с территории Украины. Такое заключение российские следователи сделали после осмотра места крушения. Напомню, военно-транспортный самолет Ил-76 упал утром 24 января в Белгородской области. По информации российской стороны, на борту находились 65 украинских пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Все погибли. Расследование продолжается. Специалисты расшифровывают самописцы из черных ящиков. На выходных красноярцев ждет теплая, но облачная погода. Так в субботу 27 января в городе будет до минус 9 градусов и пасмурно. Ночью температура опустится до минус 18. В воскресенье 28 января немного похолодает. Будет пасмурно и минус 13. Ночью обещают минус 18 градусов. В эти дни будет почти безветренно. Синоптики прогнозируют до 3 метров в секунду. Осадков не ожидается. Предварительно такие температуры ждут красноярцев и на рабочей неделе. Что касается геомагнитной обстановки, то пик активности придется на субботу. 27 января около 4 баллов. Суриковский фестиваль закончился, а доброй истории, связанной с ним, нет. На выступлении камерного оркестра мы познакомились с краснояркой Натальей Сойнова и ее пятилетней дочкой Иволгой. Красноярка поделилась, что любит классическую музыку, но не была в филармонии несколько лет. Связано это с тем, что оставить ребенка не с кем, а брать Иволгу на серьезные концерты с собой пока рано. Поскольку ребенка оставлять вечерами не с кем, то не имею возможности куда-то ходить без ребенка на взрослые вечерние концерты. Потом у меня такой культурный голод ощущается. Про мероприятие, про этот концерт знала. Пришли мы туда намеренно, потому что для меня это возможность послушать музыку. И поэтому здорово, что такие концерты проводятся. В итоге у организаторов фестиваля родилась идея подарить своим преданным зрителям билеты на концерты. Потому что мечты должны сбываться. Дирижер камерного оркестра Леонид Жуковский рад, что на концерты приходят не только взрослые зрители, но и дети. А если вдруг они даже не могут сидеть смирно и вести себя тихо, то для настоящих артистов это не проблема. Во время концерта я, конечно же, обратил внимание, среди аплодисментов был детский смех, детский голос, на который, конечно же, не только я обратил внимание. Это прекрасно, что люди ходят на концерт с детьми, просвещают их с раннего возраста. И затем я посмотрел сюжет ТВК и более понятной мне стала та история, которая происходила на концерте, который был на ЖД-вокзале. Не лежачий полицейский, а искусственная неровность. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить использовать в публичном пространстве и СМИ словосочетание «лежачий полицейский». Политик направил письмо в Роскомнадзор. По мнению народного избранника, выражение является жаргоном, а значит, должно использоваться только в узких кругах. Кроме того, Хамзаев считает, что термин может оскорбить сотрудников МВД. Как альтернативу Хамзаев предлагает официальное название «искусственная неровность». В письме депутат попросил главу Роскомнадзора признать выражение «лежачий полицейский» нежелательным и запретить его использование. Новости ТВК узнали мнение красноярских полицейских. Глава ГИБДД Андрей Сиротинин от ответа воздержался, но его бывший коллега Роман Васильев назвал выражение «оскорбительным». Сотрудники госавтоинспекции «лежачий полицейский» такое не используют и не пишут. Везде идет искусственная неровность. Поэтому, если как-то задевают, я не могу ответить. У меня есть проблема права, как у пенсионера. Это, скажу прямо, оскорбительно, но в зависимости от восприятия. Если мы рассматриваем сотрудника, работу полицейского, как представителя органов правопорядка, представителя власти, то такое обращение «лежачий полицейский» порождает много мемов, шуток и так далее. Ну, конечно, оно оскорбительное. А как красноярцы относятся к выражению «лежачий полицейский» и нужно ли его запретить? С такими вопросами наша съемочная группа вышла на улицы города и вот какие ответы получила. Как вы считаете, нужно ли запретить выражение «лежачий полицейский»? Ну, мне кажется, у всех понимание есть, что «лежачий полицейский» — это не полицейский, который лежит, а что-то связанное с дорогами. Так что, я думаю, ну, тут дело привычки у людей. Звучит, конечно, забавно, но фраза да фраза. Ну, понятно, что не очень корректная. Так же, как мы говорим, что, как говорят про пенсионеров-то? Ну, старики всяко-разно. Ну, да, про пенсионный возраст там тоже не очень корректно звучит. Да, без разницы, честное слово. Пусть называется «лежачий полицейский» или «искусственная неровность». Главное, чтобы они были нормального размера, адекватного, потому что в некоторых районах они бывают чуть ли не полметровые. А если дорога не чищена, покрыт льдом, и если посадка низкая в автомобиле, то, ну, можно задеть там элементами кузова. Все-таки подразумевает, наверное, полицейский этот человек. Да, и как бы он лежит, и через него все шагают и едут. Это, конечно, некорректное выражение. Наверное, надо, ну, думать на эту тему. Это в просто народе просто называют такое сооружение, и все. Никаким образом, я думаю, но к полицейским не относятся, так как у нас слова иногда имеют несколько значений. Такое ощущение, что сейчас просто на хайпе все просто наживаются или поднимаются, или что происходит просто в стране никто не понимает. Лежачий полицейский, он же изначально был, его, по-моему, сразу же делали как не искусственную неровность, а просто лежащий полицейский. Ну, если они хотят, чтобы это была искусственная неровность, ну, пусть будет искусственная неровность. Я думаю, что мы привыкнем, и ко всему же привыкаем быстро. Была полиция, стала, была милиция, страла, полиция, как бы я думаю, что нет. Каждая вторая авария в Красноярском крае происходит из-за плохих дорог. А сколько проблемных участков нашли инспекторы, подробнее об этом не только в рубрике «Новости. Коротко». Партнер проекта «Строительная керамика». Надежный поставщик лицевого кирпича и керамических блоков. Всегда в наличии на складе в Красноярске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деревянную щепку в хлебе нашел житель леса Сибирска. Кусок поддона покупатель обнаружил вовремя и не успел съесть продукт с опасным наполнителем. Хлеб с неприятным сюрпризом изготовила индивидуальный предприниматель Демидова. Предприятие получило предостережение от Роспотребнадзора. Корма для собак и кошек подорожают на 12%. Об изменениях цен сообщает компания Нестле. Так, влажные корма для кошек и собак Пурина Ван, Гурме и Дарлинг подорожают в опте на 4%. Сухой корм для кошек Феликс на 8%. Сухие корма для кошек и собак Пурина Ван от 1 до 10%. Стоимость сухих кормов ProPlan для собак и кошек вырастет от 1 до 12%. А на влажный корм в пределах 1,5%. Ветеринарные линейки ProPlan для кошек вырастут в цене на 4% в сухих кормах и на 10% у влажных. Производитель делится. Главная причина подорожания – резкое повышение цен куриных, мясных и рыбных ингредиентов на 25%. Поставщики отмечают, стоимость повысится 5 февраля 2024 года. Что такое депрессия? Как ее распознать? И когда нужны антидепрессанты? Рубрика «Вопросы психологу». А в проекте «Гражданская оборона» о том, как обезопасить себя при катании на коньках, лыжах и санках. Это новости ТВК. Если вы сейчас смотрите этот выпуск на Ютубе, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это важно не только нам, но и алгоритмам Ютуба. Так ролик смогут увидеть еще больше людей, а нам это поможет снимать новые проекты, выпуски новостей и сюжеты. Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-0065. И мы продолжаем выпуск. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессию испытывает около 4% населения. Какие причины у этого заболевания, когда нужно назначать антидепрессанты, расскажет Ольга Долганина в рубрике «Вопросы психологу». Здравствуйте. Меня зовут Долганина Ольга Андреевна. Я клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт. И сегодня мы с вами поговорим про депрессию. Депрессия – это психическое расстройство, которое влияет как на психологическое, так и на эмоциональное состояние человека. И состоит как из физиологических симптомов, так и психологических. Депрессию разделяют на два вида. Психогенную депрессию, то есть вызванную психологическими причинами, и эндогенную, вызванную физиологическим состоянием организма. Основными психологическими причинами депрессии у человека являются негативные представления, мысли о себе, мире и о будущем. Травмы, стресс или другие негативные события, смерть близкого, финансовые потери, измена являются исключительно триггерами. В основе лежит всегда мышление. Отсутствие поддержки близких, чувство изоляции также может привести к депрессивному состоянию и усложнить процесс выздоровления. Развитие эндогенной депрессии, то есть того расстройства, которое вызвано нарушением баланса гормонов, которые участвуют в эмоциональной регуляции, могут служить. Первое. Генетическая предрасположенность. Если у кого-то из близких родственников была депрессия, вероятность ее возникновения увеличивается. Второе. Нарушение работы нейрохимических веществ в нашем организме, как серотонин, дофамин и норопенефрин. Третье. Изменение уровня гормонов. Например, у женщин эстроген и прогестерон могут вызывать физиологическую депрессию после родов или во время менопаузы. Четвертое. Сезонное аффективное расстройство часто осенью или зимой. Изменения в количестве света и сезонные факторы могут влиять на биологические процессы и вызывать депрессивные симптомы. Психологические причины депрессии, мышление человека, негативные образы о себе и о мире могут служить триггерами для возникновения физиологических причин. И наоборот. Когда необходимо назначать антидепрессанты, а когда достаточно сеансов с психологом или психотерапевтом? Для того, чтобы понять, какое лечение необходимо вам и есть ли у вас депрессивное расстройство, необходимо посетить врача-психотерапевта или врача-психиатра для полной диагностики. Сам по себе диагноз депрессия служит основанием для того, чтобы вам были выписаны определенные препараты. Но надеяться на них только не стоит. Большая часть исследования говорит о том, что долгосрочный результат появляется только совместно с фармакотерапией и психотерапией. Препараты облегчают физиологические симптомы, а психотерапия дает возможность разобраться со своим мышлением. Поэтому для эффективного лечения клинической депрессии назначают как фармакотерапию, так и психотерапию. Доказанный способ лечения депрессии – это когнитивно-поведенческий подход. Это была Ольга Долганина. Свои вопросы психологу вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер или в WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00 или в любых социальных сетях ТВК. Как обезопасить себя при катании на коньках, лыжах и санках – об этом прямо сейчас расскажет директор Краевого центра ГОИЧС Наталья Григорьева в рубрике «Гражданская оборона». Здравствуйте! Кататься на санках, коньках и лыжах любят все – и дети, и взрослые. Но иногда активный отдых может обернуться бедой. За праздничные дни зафиксированы случаи, когда пострадали дети при катании с горок. И поэтому сегодня мы вам расскажем, какие правила нужно соблюдать во время зимних забав. Если вы решили отправиться на каток, то коньки подбирайте точно по ноге. Только в этом случае вывихи и растяжение суставов будут практически исключены. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги они имеют. Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Во время лыжных прогулок следует соблюдать несложную технику безопасности во избежание травм. Основное правило – лыжня делится пополам. За несколько секунд до встречи с другим лыжником необходимо перестроиться вправо, шагнуть правой лыжней в область вне лыжни, а затем левой лыжей на правую колею лыжни. При этом движение вперед продолжается. В самый момент встречи можно дополнительно отклонить корпус чуть вправо, чтобы не толкаться плечами. Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас могут подстерегать такие опасности, как переохлаждение и обморожение. Помните, что чаще всего страдают пальцы рук, ног, уши, нос и щеки. Одевайтесь по погоде. Что касается катания с гор на санках, снегокатах и плюшках, то убедитесь, что горка не заканчивается на проезжей части, имеет хороший снежный покров и что внизу нет деревьев. Позаботьтесь о том, чтобы перед катанием на санках ваш ребенок надевал защитный шлем, а также толстые перчатки и одежду, которая в случае падения сможет выполнить функцию смягчающей подушки. Не отпускайте маленьких детей кататься с горки без наблюдения взрослых. Если катаетесь со снежных горок именно на плюшках, будьте осторожны. Плюшки способны развивать большую скорость и в этот момент становятся практически неуправляемыми. Смотрите, чтобы снежный склон был не крутым, без резких поворотов. На трассе не должно быть деревьев, ям, бугров. Соблюдайте очередность и дистанцию, если на трассе не один человек, а несколько. Крепко держитесь за ручки тюба. Учитывайте данную информацию и смотрите рубрику «Гражданская оборона». Ведь если предупрежден, значит вооружен. Сегодня в проекте Натальи Кечиной кинохроники Красноярия о том, как в конце 80-х пытались решить проблему качества строительства. Темпы строительства в Красноярске в конце 80-х впечатляли. И что важно, помимо жилых домов, ежегодно сдавались эксплуатацию десятки тысяч квадратных метров, школ, больниц, фабрики, заводов. Сдавались, как правило, помпезно, с разрезанием ленточек и оркестрами. Но затихают торжества, остывает медь оркестров. Строители уходят на новые объекты, заставляя нас с грустью вспоминать о старых мастерах. В 80-е же в лексиконе горожан появилось новое грустное слово «долгострой». Строительство этого дома растянулось на 9 лет по разным причинам. Одна из главных, говорят авторы, глобальная неорганизованность. По этой же причине тогда сдвигались сроки сдачи объектов завода тяжелых экскаваторов. Процветающее тогда предприятие возводило множество объектов соцкультбыта. Пытаясь хоть как-то улучшить пресловутое качество, темпы строительства постоянно появлялись нововведения. В конце 80-х, например, стали создавать так называемые бригады коллективного подряда, работающие по принципу «как потопаешь, так и полопаешь». Ну, шуть коллективного подряда, она ясна. Коллективная ответственность всех участвующих в строительном процессе, то есть один за всех, всех за одного. На сегодняшнем этапе это самая современная форма ведения строительного процесса. На сегодня, пожалуй, это самый лучший, что может быть. Правда, все экспериментальные формы в строительстве внедрялись зачастую со скрипом, а еще и начавшаяся перестройка способствовала тому, что инициативы свыше подвергались теперь свободно критике на собраниях коллективов трудящихся. Ты сэкономил бетон, ты хоть за куб бетона сейчас получаешь за сэкономленный? Ничего не получаешь. Так подожди, Володя. Что ты прицепился к этим бетонам? Чего вы не считаете? Или я что, вы сэкономили? Сэкономил, ты получил хоть за него? Вот в чем смысл. Я тогда буду заинтересован. Увы, строители вынуждены были признаться. Ни коллективный подряд, ни другие ноу-хау не отразились лучшим образом на их работе. Со временем экскаваторный завод и треск Красноярск тяжстрой прекратили существование. Строительных объектов, в первую очередь социальных, спустя почти 40 лет стало сдаваться в разы меньше. Но о качестве вы можете судить сами. Глядя на старое здание Красноярска, становится стыдно за наше сегодняшнее отношение к строительству. Будут ли стоять столько же, сколько эти дома, наши современные сооружения? Судя по этой стене, нет. Наталья Кичина, Новости ТВК. Новости ТВК.